Сегодня я особо поздравляю как раз наших первоклассников, которые сразу с первого класса идут в самую современную школу. Этим ребятам повезло, они будут учиться в первую смену, и все благодаря новому корпусу. Его строительство обошлось в сумму порядка 400 миллионов рублей. Возвели корпус очень быстро, за полтора года. Планы у мальчишек и девчонок самые амбициозные. Мы хотим весь мир объехать, всю вселенную пройти. Пожелайте нам успеха и счастливого пути. Настроение у всех праздничное, в том числе у Веры Беловой. Сегодня она провожает в первый класс уже шестую внучку. Я очень рада, что она пошла в новую школу. Будет учиться она на пятерке, потому что нам обещала. Новый корпус только для учеников начальных классов. Рассчитан на 240 человек. После занятий теперь не нужно спешить домой. Здесь будет чисто игровая, где дети смогут делать уроки. Уроки будут проводить с использованием самого современного оборудования. В одном из классов ребята даже смогут изучать робототехнику. Условиям, которые созданы здесь для учебы, завидуют даже педагоги. В старом здании не было места ни для группы продленного дня, ни для учительской. Учителя – это, во-первых, очень творческие люди, и во всем видят творческий подход. Поэтому мы нашли, ну, нашли мы очень маленький такой уголок, который своими силами смогли переоборудовать. И успеваем попить там даже иногда чай. Новый корпус построен в рамках нацпроекта образования. Про старый тоже не забыли. В ближайшее время его ждет реновация. Это задача, чтобы всем школьникам и педагогам было комфортно. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый год действительно инфраструктура школьная улучшалась. В этом году открыто более 30 точек роста. В следующем году будет более 30 точек роста. Это значит переоборудованы кабинеты, новое оборудование поставили, лабораторное, игровое оборудование. В этом году мы открыли по области более 20 различных спортивных площадок. Большинство из них приближено как раз к школам. И это дает возможность детям полноценно развиваться. В образовательной сфере у нашего региона в этом году настоящий прорыв. Строятся сразу 8 школ. Во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Доброграде, Коврове, Покрове, Суздале и Суздальском районе. Кроме того, идет реконструкция здания учебного заведения в Лакинске. Это залог того, что в большинстве школ Владимирской области дети будут учиться в первую смену. Александр Инин и Дмитрий Шаталов.